Недавно ученые из Канадского университета Могилы изучили чайные пакетики и выяснили, что при заваривании только в одной чашке может оказаться около 11,5 миллиарда микрочастиц и 3 миллиарда наночастиц. Пластика. Как пишет издание Science Alert, все дело в том, что некоторые производители чая сегодня используют пластиковые пакетики вместо бумажных. Ученые изучили чайные пакетики четырех брендов, освободив их от заварки и тщательно очистив, чтобы в воде не оказалось ничего, кроме самих упаковок. Затем они помещали три пустых пакетика одной фирмы в емкость с 10 миллилитрами воды, разогревали до 95 градусов на 5 минут, а потом сливали воду в другую чистую емкость, чтобы изучить ее содержимое. Оказалось, что при заваривании чайные пакетики значительно трескались, а в самой жидкости осталось множество частиц. Пока исследователи точно не знают, как микропластик влияет на человеческий организм. Напомню, что в августе Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором пришла к выводу, что пока микропластиковые частицы в питьевой воде не представляют для человека опасности. Однако данные об этом очень ограничены. В России был сделан запрос в компании-производители чая в пакетиках Липтон, Гринфилд и Тес, которые рассказали о планах перейти на биоразлагаемые материалы. Сейчас компания, которая производит Гринфилд и Тес, использует фильтрованную бумагу из растительных волокон, которая не вредна для окружающей среды. И только в 2% продукции все же задействованы синтетические материалы. Компания, производящая Липтон, сообщила о более чем трети биоразлагаемых чайных пакетах. Перейти на использование растительных материалов в 100% планируется к 2025 году. Это, как говорится, хозяйки на заметку. Но что действительно реально, так это то, что пластик везде. Американский подводный исследователь Виктор Вискова нашел пластиковый мусор во время погружения на рекордную глубину в Марсианской впадине. Он опустился почти на 11 километров. За 5 погружений ученые вместе с командой не только обнаружили редких морских животных, он также нашел там пластиковый пакет и обертки от конфет. Специалисты заявили, что намерены провести тесты на нескольких из найденных существ с целью определить процент наличия микропластика в их организме. Напомню, что еще весной ООН опубликовала доклад о том, что в мире около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения. По их словам, одной из главных проблем стал ежегодный выброс до 400 миллионов тонн металлов и других токсичных веществ, которые истощили треть мировых запасов рыбы. А начинали мы с вами с чайных пакетиков. Эксперты Роскачества напомнили, что вся пластиковая посуда выделяет токсины, а это опасно для здоровья. Здравствуйте, это «Здоровый разговор», и я Мария Баченина. Мы используем пластиковую посуду ежедневно, как дома, так и на природе. Для сортировки пластика была разработана интернациональная маркировка – треугольник, образованный стрелками с цифрой внутри. Под треугольником вместо цифры или вместе с ней может быть указан буквенный код пластика. Упаковка делится на семь видов. Поликарбонат – прочный пластиковый материал, предназначен строго для хранения воды, так как не взаимодействует с ней. Однако, если постоянно пить из посуды, сделанной из поликарбонатного пластика, то в организме повышается содержание бисфенола А. Полиэтилен Т-рефталат или ПЭТ применяют для производства одноразовых бутылок для воды, газировки и пива, молочных продуктов, растительных масел. Слово «одноразовый» употреблено не зря. Вещество безопасно только при однократном использовании. Полиэтилен высокого давления или ПВД используют для производства фасовочных пакетов, мешков для мусора, упаковки для молока. При нагревании может выделять канцерогенный формальдегид. Это означает, что еду в полиэтиленовых пакетах нельзя разогревать в микроволновке, как это часто делают в фастфудах. Поливинилхлорид или ПВХ. Все реже используют для производства пищевой пластмассы, но его можно встретить в бутылках для воды и пленке для продуктов. Считается одним из самых вредных видов пластика, выделяет множество ядов. Из полиэтилена низкого давления или ПНД делают бутылки для моющих средств, трубы, игрушки, пакеты и пленки для заворачивания продуктов. И он может выделять формальдегид, а значит снова нельзя разогревать и снова этим часто грешат в сетях быстрого питания. Полипропилен или ПП используют для производства стаканов и баночек, медицинской продукции, посуды для горячих блюд, упаковочной пищевой пленки и контейнеров для продуктов. Он также может выделять формальдегид. Полистирол или ПС применяют для производства стаканов для горячих напитков. Они похожи на пенопласт, лотков для продуктов, стаканчиков для молочных продуктов, контейнеров для еды, вилок и ложек. Посуда предназначена только для холодной еды и напитков, иначе она выделяет химический эстроген и канцероген стирол. И если короче, пластмассовые стаканы с номером 3 на упаковке влияют на работу печени. Контейнеры для еды с цифрой 6 могут спровоцировать развитие рака. И самое ядовитое – это посуда из меламина, эдакая пластиковая имитация фарфора. В 2008-м от такой посуды погибли шестеро детей в Китае. В общем, лучше и вовсе отказаться от пластика на кухне. В России планируют ввести ограничения, а может и вовсе запрет на использование пластика, на использование пластиковой посуды. Если это случится, то, конечно же, наши экологи отпразднуют победу. Хотя пластик совсем недавно появился в истории человечества, он уже успел изрядно нанести ущерб природе. Почему он так опасен? И что делается уже сегодня, об этом мы говорим с Александрой Феоктистовой, руководителем Оргкомитета благотворительного фонда «Да добро». В студии Александр Чекшин. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра, ваша акция «Сдай пакет с пакетами и получи дизайнерскую эко-сумку». Она призвана также снизить потребление пластика. Да, действительно, это так. Эта идея пришла на «Да добро» в октябре месяце, потому что у нас весь месяц посвящен проблеме экологии. И действительно, количество пластика в мире просто ужасающее. Многие страны уже начали активно с этим бороться. Около 40 стран ввели запрет на пластиковые пакеты. В России, к сожалению, еще нет. Но я думаю, что мы на верном пути. А Евросоюз ввел уже, да? Да, многие страны уже ввели. И они таким образом значительно сократили потребление пластика. И мы свои акции хотим людей тоже призвать к тому, чтобы отказываться от пластиковых пакетов. Для этого три дня с 21 по 24 число мы у себя в офисе принимаем пакеты с пластиковыми пакетами, которые есть, наверное, у всех где-то в шкафчике, рядом с мусорным ведром. И меняем на дизайнерскую эко-сумку от «Да добро». Действительно, людей откликнулось очень много. Мы заказали 500 эко-сумок. И практически все они уже у нас закончились. Мы очень рады и надеемся, что в следующем году мы повторим акцию, но уже более масштабно вообще по всей стране. Потому что у нас 30 городов присутствия в этой акции. Она проходит в разных форматах. И пока что только в Москве мы принимаем пластиковые пакеты. Но в следующем году надеемся, что и в других городах тоже. С 50-х годов человечество произвело 8 миллиардов тонн пластика, говорят. И вот вы хотите какую-то часть, пусть и маленькую, крохотную, но вот того пластика, который произвели, собрать. А дальше что с ним делать? Да. В Москве существует такой проект «Собиратор РФ». Ребята собирают различные вредные отходы и отправляют их на переработку по заводам в России. То есть это не только пластиковые пакеты, они собирают разные отходы. Это и пластиковые крышечки, и посуду, и другие вредные отходы. Плюс ко всему старые вещи можно принести, сдать на переработку. Около 30 видов товаров принимаются к переработке. Вот. Ну и по одному из направлений мы решили с ними посотрудничать. А что такое осознанное потребление? Осознанное потребление – это каждый человек, наверное, для себя сам может ответить в рамках своей квартиры, своего дома, своего офиса. Но мы призываем какими-то обычными бытовыми привычками снизить плохой след на нашей планете. То есть условно, даже в рамках офиса, если вы отказываетесь от использования в пластиковых стаканчиках или меньше используете бумагу для печати, либо не забываете выключать электричество и воду вовремя, то есть это уже способствует тому, что наша планета станет чище. И жить людям будет приятнее. То есть потребляя меньше. Да, потребляя меньше, разумнее. Используй повторно. Да, используй повторно, перерабатывай, да, правила трех Р. Люди, насколько они готовы сегодня рублем, что называется, поддержать экологические инициативы? Сейчас, я думаю, что люди уже готовы. Вообще проект «Да, добро» – это корпоративное волонтерство, и мы сотрудничаем с компаниями, в основном среднего и малого бизнеса. И сотрудники, на самом деле, очень ответственно ко всему подходят, потому что у них есть обычный HR или директор. Может, начальство их заставляет? Начальство рассказывает. Вообще благотворительности заставить что-то кого-то сделать – это очень сложно. Вы знаете, для галочки раньше делали. Ну, может быть, раньше и делали. Но на самом деле, как показывает практика, люди, которые не хотят, это только агрессия. И мы таких людей не тянем в свои ряды, а, в общем-то, осознанных и доброжелательных стараемся привлекать. Вот. И частные лица тоже приходят. Вот именно в этой экоакции «Пакет с пакетами». Очень много людей разного возраста, и молодёжь, и пожилые, и мужчины приходят, говорят, меня жена услышала, вручила пакет с пакетами и отправила к вам. То есть все абсолютно на позитиве. И действительно, люди же приходят не столько, чтобы получить эко-сумку, вы понимаете. Стоимость её не так уж велика, и практически каждый человек может позволить себе её купить раз в жизни и с ней ходить потом в магазин. Просто вот социальная ответственность, признание, желание сделать что-то доброе движет людьми. И нам это очень приятно. Ну да, и, конечно, бизнес должен поддерживать. Когда «Вкус Вилл» отказался, «Азбука Вкуса» первыми отказались от пакетов, какие-то миллионы килограмм они перестали вывозить, привозить, продавать и, соответственно, возить на свалку. Сначала их начали делать платными, потом постепенно начали отказываться. Но вы же понимаете, здесь было влияние общества очень сильное. То есть люди начали заставлять бизнес отказываться. Должен быть модным, да? Должен стать модным. Да, должно стать модным. И люди просто должны понять, это очень просто. То есть внести в привычку бытовую, как с утра, допустим, мы чистим зубы, так же пошёл в магазин и взял эко-сумку. Это поначалу, кажется, перестроиться сложно, и постоянно её забываешь, забываешь, где-то она не там, не всегда под рукой. Ну, это буквально несколько недель нужно себя настроить, и всё пойдёт. Да, вопрос желания. Если в Японии могут на 19 контейнеров делить мусор, и считают это нормальным, и перерабатывают при этом 100% отходов, то, конечно же, какой-то уровень сознания, наверное, растёт, 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 и потом ты уже не можешь пользоваться, как и не можешь мусорить в чистом городе. Плюс ко всему высокие штрафы. Вот к нам приходила девушка, сдавала пакет с пакетами, сказала, что у неё брат живёт в Баден-Бадене в Германии. И действительно, человек, прожив там полгода, она сказала, что его просто не узнала, потому что сознание людей меняется. То есть среда меняет? Да, да. И мы сами меняем. А скажите, ведь это же целый бизнес для тех, кто производит пакеты, упаковку, вот эти пластиковые трубочки, там, тарелочки, которые мы берём на шашлыки. Что делать этому бизнесу? Им нужно перепрофилироваться или им нужно закрываться? Есть такая проблема? Я думаю, что нужно перепрофилироваться, потому что даже некоторые магазины с одеждой принимают поношенную одежду на переработку. И сейчас очень модно стало делать H&M, Love Republic и другие магазины. И очень модно стало делать одежду повторно из переработанных материалов. Даже это специально указывается на этикетках. И люди, покупая такую одежду, тоже понимают, что они осознанные, с удовольствием на неё потратят деньги и принесут ещё раз. То есть находить какие-то пути, чтобы минимизировать. Естественно, нельзя сказать, что пластик – это полностью вред. Благодаря тому, что изобрели пластик, у нас и автомобили стали легче весить, и вообще много производства. Куча применений, да. Куча применений, применения полезного. То есть сказать, что всё, все пластиковые вещи – это зло. Нет, это не так. Но просто вот это лишнее, где есть перебор, от этого нужно отказаться. А скажите, это первый раз, первый год вы проводите такую акцию в рамках «Да, добро». Да, именно вот эта акция у нас проходит первый год. Плюс ко всему, помимо пакетов с пакетами в 30 городах России, у нас проходят мастер-классы по росписи, экосумок для сотрудников компании. То есть люди будут делать свои дизайнерские сумки. И будут прослушивать серию вебинаров об осознанном потреблении, об экологии в целом, о мусорной реформе. То есть мы записываем серию вебинаров со спикерами. Это и представители бизнеса, и представители экологического общества России. Плюс частный активист рассказывает о бытовых привычках, и как можно в условиях своей квартиры, своего офиса что-то внедрить, чтобы всё у вас было хорошо и полезно. И вообще в рамках календаря «До добро» есть несколько эко-акций. Вторая у нас в марте. Эта акция называется «Яблоко за батарейку». То есть люди сдают нам свои использованные батарейки. Очень хорошо. И мы отправляем их на переработку. Вторая проблема – не знаешь, куда эти батарейки сдать. Хорошо в некоторых магазинах есть, но ведь это такая история точечная, скорее, нежели системная. Да, эту акцию тоже у нас очень любят. В 2019 году поучаствовало более 10 тысяч человек. Мы надеемся, что в 2020 увеличим количество участников вдвое. И потом все батарейки мы отправляем нашему партнёру в Челябинск. Завод «Мегаполис Ресурс». Это тоже завода их переработает. Да, самый крупный завод в России. Они перерабатывают в благотворительных целях для нашего фонда бесплатно. То есть вам приносят батарейки, вы отдаёте яблоки, да? Да. Также во многих городах России у нас стоят боксы в компаниях-партнёрах. Люди приносят в день акции использованные батарейки. Получают знак социальной ответственности «Яблоко». Фотографируются, мы всё это освещаем в социальных сетях, потому что считаем, что говорить нужно о добрых делах много и громко, чтобы люди брали пример. И потом отправляем все собранные батарейки на переработку. Александра, а может быть, вам ещё подумать и сделать груфу за лампочку, например? Да. Потому что тоже проблема, кстати, ведь лампочки. Кстати, классно, да. Классная идея, мы примем на заметку. И вообще все такие простые механики люди с удовольствием поддерживают. Потому что задача «Добро» сделать акции как можно проще. Потому что люди в своей бытовой суете, руководители бизнеса, менеджеры, сотрудники офисов, очень заняты. И действительно выделить там день своего времени бывает сложно, чтобы пойти и сделать какое-то доброе дело. А когда «Добро» приезжает к вам в офис, это становится проще, интереснее, то есть это занимает несколько минут вашего времени, но существенно помогает обществу. Александра, спасибо вам большое. Пусть как можно больше витаминов вы раздаёте в обмен на разные батарейки, лампочки и пластиковые пакеты, чтобы планета была чистая. И чтобы у вас всегда был энтузиазм и поддержка от тех людей, которые приходят и готовы с радостью как-то помочь. Спасибо вам большое. Спасибо.